Всем привет, я Адонис, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed Odyssey. Только послушайте это прекрасное пение моряков. Эх, они прямо погружают в атмосферу. Ну а мы тем временем направляемся... Награда за голову. Кто-то объявил награду за вашу голову. Это случается, когда вы топите корабли, или совершаете убийства, кражи и некоторые другие действия. Чтобы избавиться от преследования, нажмите «Откупиться от всех охотников» на экране карты. Откупитесь от конкретного нанимателя на экране карты. Убейте нанимателя. Ага, то есть я убил не того, кого надо было, да? Тут 42-й левел. Гнев Посейдона. Жесть. Откупиться от всех охотников. Откупимся? Недорого стоит. Попробую просто. Все, окей, понятно. Так, куда мы теперь плывем? Дорога на войну. Доберитесь до Мегариды. Где у нас Мегариды находится? Вот она. Ну что ж, поплыли туда? Ух ты, кит что ли? Они частенько тут прыгают. Парус с кракеном. Сердца всех окружающих должен внушать страх. Красный кракен, как кровь на черном фоне. Да, они решили восстановить атмосферу Блэк Флэга. Корабли, песни. По-моему, голоса те же. Те же поют, кто пел шанти. Там стоит поднять этот набор. Да-да-да. Не затаранить бы только никого. Я еще не знаю, какие флаги. Чьи это совы, например. Я только знаю, что у нас кракен. Затонувший храм Деметрии. Ну-ка, ну-ка. Давайте осмотрим. Разочек. Что это такое? Полный вперед. Так, это тут. Кинуть якорь. Ну-ка, никого! Угу. Трупы. Смотри, рыба. Что-то типа акулы. Добыча. Вау, реально храм. Акула! Холера. Охотничий капюшон. Так, надо отсюда убираться поскорее. Зараза. Караулить там? А ну пошла вон. У меня уже кислорода не так много осталось. Надо отплыть подальше. А где наш корабль? Скат там? Ох, как же красиво. Тут все из-под воды видно. А тут я залезу? Все. Какая-то странная акула. Не агрессивная. Так, ну все, посмотрели. В принципе, ничего интересного на таких точках. Ну, клад и все. Полный вперед. Древесина оливы. Краб. Этим таран прям пошли. Дураки какие-то. У всех тараны впереди, видите? Интересно. Война изменила грецы. То спартанцы, афиняне, то разбойники и пираты. Боги, спасите нас от самих себя. Отлившие корабли перекрыли путь к бухте. Зараза. Холера. У меня теперь есть огневые стрелы. Ха-ха. Сейчас мы их испробуем. Четвертый левел. Смотри-ка, тут бывает низкий уровень. На таран идем. Ха-ха-ха. Щепки этих свиней. Хорош. А, этих надо было на бордаж взять. Ну ладно. Зараза, нас на таран взяли. Хорош. Зараза. А, я живу вперед постоянно. И так нормально будет. Ну что, будем брать на бордаж? Конечно. Так, этих, ну и тех туда тоже. Так, как тут? Хорош. А, гуляйте. Вот так вы все. Че вы стоите? Лохи. А бордаж завершен. Вообще лохи в этот раз были. Ха-ха-ха. Я должен сбросить кого-нибудь за борт. А доспехи-то такие красивые. Воевать-то не умеет. Лошара. А? Охотник за головами на нас охотится. Зараза. Так, и того тоже возьмем на бордаж. Готовьтесь к бою! Не, веселые бои, веселые. Хоть и аркадные. Получай, пенделя. Милос. Зараза. Блин. Это уже опасно. Да блин, ни в кого не попал. Ха-ха. Блин, я не этого хотел ударить. Ну ладно. Того, видимо, уже не надо бить. Пендель, а получи. Существенный пендель. Красота. С двух сторон прямо гуляли. В этот раз мне хорошо помогает. Хорош топор. Красота. Но лечение я не зря изучил. Пока что самая полезная фишечка. Способность. А это чё, застыл? В позе, типа, славьте меня. Спортанцы собираются с силами, чтобы вытеснить Афинин из региона. Так, поговорите с Николасом. Но я не хочу его убивать. Все-таки это отец. И он сохранил жизнь. И он сохранил жизнь Алексиосу. Отдать в топочку. Волк! Волк! Не берёт плетников! Суров! Хорош! Типа, правая рука его. Вместо сына. Вот. Афинский пёс Перикол. Боится вас. Прячется в Парфеноне. С драматургами и софистами. Он не смеет выйти к нам. Сразиться на поле боя. Он знает, как вы сильны. Он знает, что дни Афинян в Мегариде сочтены. Он знает, что дальше. Черёд Афин. Вот она встреча с сыном и отцом. Даже косточка не дёрнулась. Ни одна мышца на лице. Посмотрите, вообще всё пофиг. Ты прорвал блокаду Афинян. Они мешали мне. Спарта перед тобой в долгу. Тюхи улыбнулась тебе. Ты подоспел как раз к великой победе моего отца. Отца? А чё, рубанёв с плеча. Если Николаус твой отец, значит, мы с тобой братья. Тебя ударили по голове во время боя? О чём ты говоришь? Волк мой отец. Так же, как и твой. Глупость. До того, как он принял меня в свою семью, у него было двое детей. Оба погибли в Спарте. Кроме того, что стоит перед тобой. Ты почти провёл меня. Но я не вчера родился. Поговорим о том, зачем ты здесь. Какой наёмник станет воевать, если ему не заплатили? Скажи, зачем ты на самом деле здесь, пока я не зарубил тебя? Ох, как. Ох, как разозлился. Ты смотри-ка. Я хочу увидеть Волка. Это не так просто. Николаус командует всеми войсками Спарты. Если это и впрямь твоя цель, мне придётся огорчить тебя. Ты точно тут за всё в ответе? Что-то ты не похож на Спартанца. Возможно, мне стоит пойти к Николаусу. Пожалуй, чувство юмора – это не то, что нужно наёмнику. Но мне пригодится твоя помощь, если ты не прочь подзаработать. Господи, в чём проблема? Крикни Николаус и всё. Проблемы уничтожены. Но Мегарида по-прежнему в руках афинян. Чтобы дать им бой и оттеснить врагов в Афины, нужно ослабить их позиции. Я не понимаю. Он пробил только что эскадру корабельную афинян. Почему он не может встретиться с главнокомандующим? Просто крикнул бы «Николаус, я хочу с тобой поговорить!» И всё. Тупо как-то. Твой отец. Кто он такой? Николаус. Волк из Спарты. В детстве я впечатлил его своим мастерством, и он взял меня под опеку. Он сам тренировал меня и в конце концов принял в свою семью. Он мой отец и наставник. Он будет гордиться мной. Ты ведь слышал о нём? В основном слухи. Вряд ли они справедливы. Он умелый воин и великий полководец. Я бы отправился за ним и в царство Аида. Как успехи в войне? Блокада Афинян должна была помешать нашему продвижению в Мегариде. Теперь мы вытесним их отсюда раз и навсегда. Лазутчики выясняют, кого нужно убить в первую очередь. Под предводительством Волка мы победим. Почему для этого нужен наёмник? Кажется, вы располагаете множеством солдат. Дело не в размере армии. Мегарцы – наши союзники. Мы не хотим вводить войска, пока не будем уверены в победе. Лазутчики уже думают, где нанести удар. Я готов служить. Вместе мы обеспечим победу Спарте. Ты не совсем обычный мистий, правда? Как раз то, что нужно, чтобы справиться с этим проклятым Афининином. Если нам удастся выманить и убить их предводителя, мы сокрушим Афинин на поле боя и заставим отступить. Украв их сокровища, уничтожив припасы и опытных воинов, мы сделаем их уязвимее. Покажи это лазутчикам. Если встретишь их, обязательно узнай, нет ли вестей. Возможно, им будет нужна помощь. Где найти лидера Афинин? Он в Мегаре, под защитой стены целого гарнизона солдат. Но если убить его солдат, уничтожить припасы и украсть богатство, он будет уязвим. Что нужно уничтожить? Все, что пригодится Афининам. Ищи припасы и оружие. В поиске стоит начать с порта Ниссая в долине царя Лелика. Первым делом все припасы привозят туда. Короче, тут искусственно сделали, чтобы мы не сразу до Николауса добрались, а сначала послужили для более низкого звена. Но это очень искусственно выглядит, честно. Это сокровище. Зачем оно вам? Солдатам необходимо платить. Без денег им не захочется гибнуть за чужие интересы. Афинине хранят свои сокровища в крепости у подножья горы Герания. Думаю, мне все понятно. Кроме того, не забывай, что с каждым убитым афинским солдатом мы на шаг ближе к победе. А когда я поставлю Афинин на колени, я встречусь с Николаусом. Или ты будешь следующим. Отправь афинских псов к Аиду, мисти. Сделай это, и волк лично проследит, чтобы тебя наградили. Какой-то спорный этот Стентер. Вполне возможно, мы с ним воевать еще будем. Завоевание. Чтобы встретиться с Николаусом, вашим отцом, помогите Стентеру захватить Мегариду. Для этого понести стабильность Мегариды до уровня достаточно для начала большого сражения. Окей. Стабильность региона. Самый эффективный способ понизить стабильность региона, это убить предводителя. На него всегда можно пасть, но изначально его уровень защиты довольно высок. Для ослабления защиты предводителя нужно понизить стабильность региона. Убивая, сжигая и разграбляя. Короче, это напоминает третью мафию. Ну не знаю, я не фанат таких заданий. Основных, как допы может быть. А основные они сюжетные должны быть именно, с диалогами. И каждое следующее задание неожиданное. То есть вы не знаете, что дальше будет. Вот это главное отличие нормальных мафии здорового человека, то есть первый и второй, от мафии нездорового человека третий. То есть первый, особенно в первой, ну и во второй тоже, мы не знали, что дальше будет абсолютно. Как будто смотришь хороший качественный фильм, там, или сериал книжку читаешь. То есть перевороты сюжетные, все круто было. А в третий тебе заранее говорят, ну ты будешь зачищать этот регион, потом этот, потом туда, потом ты убьешь. Все, давай, тебе написали. И ты, как я не знаю, как на работу идешь. И строчка за строчкой вот все выполняешь. Так же и тут мне расписали, как мы будем зачищать. Надеюсь, не вся игра из-за этого будет состоять. Чтобы подобраться к Волку, нужно помочь Стендеру одолеть Афинин. Не буду терять время. Окей. Кстати, интересно. Я читал, что шапки вот такие вот, плюмажи, использовались для того, чтобы можно было главнокомандующих увидеть на поле боя. Ну не главнокомандующих, центурионов там. Это в Риме, правда. Но они делались поперечно, чтобы издали можно было увидеть. А продольные, наверное, для этой же цели, но это не так хорошо видны они. Ну и внешне это делало солдата выше, как бы. Круче. Устрашающе. Не, ну конечно, очень красивая игра. Очень. Но с огнем они переборщили. Слишком контрастным его сделали красным. В истоках цвета были более натуральные. О, боже, как красиво. Посмотрите. Все кончено. О, тут есть задание. Пропавшая карта. И у нас есть несколько заданий. Афинская сокровищница. Один в поле не воин. Труха и пепел. Прикольно. Торговые корабли. Значит, это все не торговые. Ну правильно, это военные были. Боевые. Ваша Одиссея. Что это, типа выбор какой-то мой, нет? Одиссея. Алпинор сделал вам подозрительно щедрое предложение. За неплохую плату не дать волку из спарты победить Афинян в Мегариде. Почему, никому неизвестно. Связанные задания охоты на волка. Наследие. Странствуя по всей Греции, в поисках потерянной семьи, Алексиус встретил человека, бегущего от своих воспоминаний, с которым они со временем стали близки. А, это высокоуровневое задание. Мы позже займемся. Так, ну давайте осмотримся тут. Посмотрим, какие тут задания есть. Надо отметить. Так, вот. Урезанный рацион. У нас скоро восьмой уровень будет. Блин, хотел нажать поговорить. Если бы нажал, это оглушить было бы. Уходи пока я. Нифига себе. Я только что вам помог вообще-то. Нашатка. Лагерь спартанцев. Так, стрелы. А не лук. Так, а стрелы взять? Парта станет намного сильнее, когда мой сын пройдет через Агога. Он лучше всех. Кто сказал? В своем возрасте он уже мог бы тебя побить. Оба мне верят тебе. Не каждому дано быть таким же сильным, как я и мой сын. Хе-хе-хе. Может, отойдете? Ты смотри, какие колонны с буквами L. Спарта же как-то называлась на букву L. Сейчас не вспомню. Похоже, лазучик Стендера. И у него неприятности. Лакидимон. Я убью каждого афинянина, виновного в этом. Гнусные трусы. Когда они будут мертвы, Стендер поймет, что я достоин. Что тут случилось? Какое тебе дело, Мистий? Быть может, ты что-то знаешь? Я мастер своего дела. И друг. И что это значит? Будь я замешан, я бы попытался замести следы. Ха-ха-ха. Верно. Тот, кто это сделал, дурак и наглец. Бросить тела и повозки у всех на виду. Или это предупреждение? Меня прислал Стендер. Я хочу предложить свою помощь. И от Стендера? Спарта не подчинила Мегариду. Пока. Я могу свободно передвигаться по региону, а спартанцы нет. Мы не ожидали от Афинин такой стойкости, но они все равно падут. Перед Спартой, да, я уже знаю. Но пока этот славный день не настал, нужно понять, что случилось. У тебя есть идеи? Пока нет, но будут. Взгляну поближе и выясню, что случилось. Опытных солдат перебили. Всех до одного. Разбойники бы не справились. Боже мой, сколько солдат. О, статуя какая-то. Окей. Припасы пропали. Убийцы рядом. Они не взяли повозки. Похоже, они пошли сюда, в лес. Здесь больше ничего не найти. Нужно вернуться. Так, секундочку, как он понял, что в лес пошли? Не совсем... Следы какие-то? Не совсем понятно, что это вообще зеленое. Ладно. Афинине постарались? Я нашел осколки кристалла. Разбойники. Из-за войны они осмелели, а в горах полно пещер. Афинине вместе с припасами забрали бы и повозки. А разбойники не одолели бы умелых спартанцев. К чему ты клонишь? Не знаю. Тот, кто это сделал, ушел в лес. Сначала поищу там. Интересно. Теперь надо следить за тем, что говоришь. В отличие от других ассасинов. Это прикольно. Вот они. Как легко. Ну ладно, пойдем. Так, надо выбрать это задание. Урезанный рацион? Кстати, название уже говорит за себя. Что из-за еды напали по ходу дела из рациона. Голодные. Где-то рядом готовят еду. Ха. Так, это снизу, наверное, пещере все. Ох ты, свинка какая. Оставили ее тут. Тернокожие? Что тут понимать? Все предельно ясно. Прошу, позволь мне все объяснить. Она выглядит, знаете, как будто кремом для загара обмазалась. Какого хрена темнокожая? Я не понимаю. Что за нафиг? Типа, если в игре нету темнокожих, это российская игра. Что это за бред? Я не пойму. Игра все-таки более-менее историческая. Надо создавать максимально все, как в те времена было. Чтобы люди более-менее представляли в голове, зачем врать. У них будет неправильное представление о предыдущих временах. Я уже об этом говорил. Если вы замаскируете все какие-то проблемы, сложности старых времен, вы только навредите современным людям и будущим поколениям. Надо максимально все воспроизводить, как было. Это даст пищу для размышлений. Выстроить правильную картинку. А вот это вот, где не было темнокожих, ставить их там, это такой бред. Вообще. Не знаю, я вот, я абсолютно себя расистом не считаю. Никогда ничего плохого не говорил ни про какую расу. Мне вообще все равно, какого там цвета. Но когда вы что-то историческое делаете, ну зачем? Какой-нибудь фильм про Японию там, что-нибудь типа Харакири. Представляете, там на коже будут сидеть вправителями японских селений. Это нормально будет? А скоро мы дойдем до этого. Почему бы мне не убить вас и не вернуть припасы? Умоляю, я расскажу тебе все, что захочешь. Более жалких воров я не видел. О, боги, нет. Мы жители Мегары. Прошу, пощади. Мы и так страдаем из-за войны. Так же, как вы пощадили спартанских солдат? Я... Мы... Мы не виновны. Герканас велел нам забрать еду и обещал все устроить. Герканас? Да, он наемник. Он сказал, что добудет еду, что афиняне никогда бы не позволили своим людям голодать. Хм... Объяснитесь. Не стоило вам злить спартанцев. Нет, мы не крали. Это наша еда. Наш урожай. Они забрали ее всю. Дети голодают. И вы решили убить воров? Хороший пример для детей. Да, вот эта ситуация прямо в стиль ведьмака. Хватит. Я не разговаривать пришел. Время споров прошло. Я ищу виновников преступления. Отойдите. Я не хочу вас убивать. Я должен вернуть припасы спартанцам. Ты сделаешь это только через мой труп. Не надо так. Возьмите часть еды. Я скажу, что вы мертвы, и верну то, что останется. Они будут довольны. Но еда, что будет с нашими семьями? Если вы умрете, им не станет легче. Прислушайтесь и больше не воруйте. В следующий раз за вами приду не я. Да, Мистий. Спасибо. Скорей, берите, что можете, иступайте. Надеюсь, я правильный выбор сделал. Не, ну убить их, это было по-любому неправильно. Так, все облутываем. Так, что-то сверху. Кстати, качество текстурок, по-моему, повысилось. Вот этот виноград. Оливки. Хотя нет, примерно так же, как в истоках было. Плюс-минус, я думаю, то же самое. Обсидиановое стекло. Ближален глаз этот засудил в задницу. Это жесть, конечно, была. Зато взгляд циклопа был великолепен, бесценен. Бедный козел. Он-то не виноват был. Драхмы так... Хорошо, они не стали драться. Я не в настроении убивать голодающих. Это точно. Так, снизу там что-то интересное. Или где это у нас? Ага, это, наверное, на этой территории. Ну что, вернемся? Поверят нам. А куда они денутся? Вернитесь к Делиону. Сокровище? Но он далеко там. Усадьба Трипадиска. Имя такое Трипадиск. Ты нашел виновных? Я нашел ваши припасы и голодных мегарцев. И? Вы лишили их еды. Бросили голодать. Припасы необходимы нам, чтобы освободить мегару от афинин. Голодные мегарцы вам больше не страшны. Но есть кое-кто еще. Слышал о наемнике по имени Герканас. Герканас. Да, ходят слухи, что он работает на афины. Все это сделал он. Эти наемники настойчивы, должен признать. Ты справился? Но для защитника Спарты есть еще задание. Что вы задумали? Найти его. Продажные шавки не посмеют мешать планам Спарты. Если вы такого мнения о наемниках, зачем вам я? Прости, этот человек Герканас, как заноза в пятке. Он угроза для всех спартанцев. Прошу, помоги нам. Хорошо. Если он так опасен, награда должна быть достойной. О да. Представь, сколько афины заплатили ему, чтобы он помешал нашим планам. Бац, и он тоже хорошим окажется. Пожалуй, ты прав. Знаешь, где его искать? Он может быть где угодно, но, скорее всего, недалеко от Афинин. Мы отправили дозорных, но они не вернулись, а у нас сейчас каждый воин на счету. Иногда наемник может быть полезней. Афинский шлем. Ну-ка, посмотрим. Настало время переодеться. Персонализация внешнего вида. Система... Персонализация внешнего вида. Система персонализации внешнего вида позволяет вам менять внешний вид своего снаряжения. Вы можете сделать это, открыв меню снаряжения и выбрав нужный предмет. Ну, это ж понятно. Или прямо его можно менять? Урон охотника, кстати. Там шанс Крита плюс. Ну ладно, поносим какое-то время. Шлем наемника. Красиво, конечно, эти шлемы спартанские очень красивые. Дизайн топ. Как по мне, это одни из самых красивых шлемов вообще в истории. Просто супер выглядит. Только они вроде бы были более сомкнуты, не? То есть рот сильнее закрывали. Хотя, наверное, разные были. Охотничий капюшон. Девятый уровень. Ну, кстати, восьмой уже уровень. Может быть, что-то лучше можно одеть? Во, восьмого уровня. Сорок пять брони. Плюс одна секунда длительности горения. Вообще-то это не слабо. Урон охотника минус. Ну ладно, пускай будет это одето. Одеяние путешественника. Скорость усиления атаки плюс два процента, но уже устарела. Вот это возьмем. Спартанские катурны. Так, ну немножко приоделись. Песочные часы, внешний вид. Это скакун, украшенный символами титана Кроноса. Будет верно служить вам до конца времен. Прекрасно. Так, лук может есть получше. Да, есть восьмого уровня. Правда, урон убийцы плюс. Ну ладно, все равно урона больше. Дело сто восемь. Каждый уровень очень сильный урон возрастает. Не знаю, почему они так сделали. Так, а у меня, я так понимаю, не бесконечная эта сумка. То есть надо разбирать старая. А не, оно расширяется дальше. Не страшно. Так, окей. Теперь он выглядит не так эффектно. О, восьмой уровень. Прекрасно. Кто это проскакал-то? Обнаружи новый наемник. Герканас. Ты передумал? Ты готов найти и убить Герканаса? Хорошо. Если он так опасен, награда должна быть достойной. О, да. Представь, сколько Афины заплатили ему, чтобы он помешал нашим планам. Пожалуй, ты прав. Знаешь, где его... Он может быть где угодно, но, скорее всего, недалеко от Афинин. Мы отправили дозорных, но они не вернулись, а у нас сейчас каждый воин на счету. Иногда наемник может быть... Неподалеку охотник за головами. Так, у нас новая способность. Наемники. А, есть даже ниже нас Фолисий и Гроза Гигантов. Одет круто. Прям такой костюм, как у... бойцов арены. Фолисий и Гроза Гигантов был самым невысоким среди своих братьев и сестер. Он вступил на путь наемника, а они все равно насмехались над ним, называя его Грозой Гигантов. Все изменилось, когда он убил человека в два раза больше себя. Это прозвище стало почетным. Охотничий капюшон. У нас такой есть. Плоть слаба. Получает больше урона в ближнем бою. Каменная кожа. Получает меньше урона от дальних атак. Вот он, Герканас. Хитроумный. Лица не видно. Герканас был наемником, работающим на Афинян. Его задачей было ослабить спартанские войска в Мегариде. Он умело управлял другими, заставляя делать то, что нужно ему, и при этом оставаясь в тени. Ишь ты какой. Боязнь огня. Каменная кожа. Ага. То есть огнем его жарить надо. Факелом. Так, навыки, навыки. Ага, можно усилить выстрел хищника, тогда стрела пролетит на 88% дальше, а так 25%. Это значительное усиление. Хотя не сказать, чтобы я прямо очень часто этим пользовался, не знаю. Ааа, прыжок веры, способность. Вы получаете урон при падении, но не смертельный. Это прямо способность. Тут. Можно пробел нажимать на фобосе, потом шифт, чтобы прыгнуть. Понятно, как. Все. Нанять любого можно противника нанимать. Интересно. Я думал, только особых каких-то. Парализующие стрелы можно делать. Во дела. У меня очков не хватает, чтобы все перепробовать. Так, но самое реально нужное, эффективное, чем я пользуюсь, это лечение. Вот его надо прокачать. Ааа, сейчас не могу. Выполните больше заданий компании. Так, ладно, прокачаем выстрел хищника. Тоже не могу. Ты смотри-ка, ладно, все, не будем тратить. Окей, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,